Слава тебе, Христе Божий наш! Слава тебе! Ты дивно вели в Господи! Хвала тебе, милосердный Создатель! Будь милостив к нам! Прости нас и помилуй, и благослови! На Слово Твое уповаю, да не буду постижен! Аллилуйя! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! И ныне и пресно, и во веки веков! Аминь! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, благослови! Этим людям открой истину Твою, дабы познали Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобой Иисуса Христа, и веруя в Голговскую жертву, имели жизнь вечную! Аллилуйя! Прости нас и помилуй, Господи, и благослови! Боже, будь милостив ко мне грешному, создав меня, Господи, помилуй меня! Бесчиславе согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй! Ибо нет человека на земле, который не согрешил бы, но Ты, благой и человеколюбивый Господь, прости! Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную, а неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебя, наш Господь! Снова Тебя, Господи! Благодарим Тебя за милость Твою! Благодарим Тебя за щедроты Твои! Благодарим за долготерпение Твое, Христе Божий наш! Ибо нет иного Бога, кроме Тебя, столь любящего Создание Своё! Ты отдал за нас Сына Своего Единородного Иисуса Христа на казнь, дабы, веруя в Него, мы имели жизнь вечную! Аллилуйя! Аллилуйя! Прости нас, Господи! Помилуй и благослови! И найди новые души! Выведи их из этого Содома и Гаморры! Ибо собираются люди для греха! Никакой блудник, прелюбодей, сквернослов, сребролюбец не войдёт в Царствие Божие, но будет брошен в озеро Огненное, вместе с сатаной, где плащ искрежет зубов! Да не будет этого с нами! Помилуй нас, Господи! Мы верим, что Ты есть путь истины и жизнь! И никто не переходит Отцу, как только через Тебя! Ты искупил нас! Ты пролил Свою причистую кровь, Господи! Слава Тебе! Ты наполняешь жизнь глубоким смыслом, служением Богу и людям! Это первая идея, главная заповедь! Возлюби Господа Бога, Творца Твоего, всем умом Твоим, всем разумением, всей крепостью, всем помышлением Твоим! И вторая заповедь, подобная Ей, возлюби ближнего, как самого себя! Слава Тебе, Боже! Хвала Тебе! Ибо нет иного Бога, кроме Тебя, столь любящего Своё творение! Ты открылся нам через Святую Библию! Дивны дела Твои, Господь! Святые пророки предсказали, какие события будут перед концом мира! И мы видим, что мы при последнем времени живём! И будет великая битва, и погибнет треть человечества! И будет один царь над землёю, еврей в Иерусалиме, это будет Антихрист! И не продать, не купить, кроме тех, кто будет иметь его знак на себе, на щеле или на правой руке, под именем 666. Прости нас, Господи! Укрепи! Дабы никто не принял это знамение, его начертание! Тебе, Боже, слава! Хвала! В честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух! Аминь! У вас вопросы какие есть? Нет! Никаких? Никаких! Вам всё ясно, да? Да! А кем является для вас Христос? Человеком! Ну, человек-то и Высоцкий был человек, и Гитлер человек, и Ленин. А Христос с кем? Больше, чем человек, ничего нету там? Спасителем. Да, Спаситель наш. Он Спаситель, он спас нас, умер за нас. Это не просто человек, он Бога человек. Это один такой-то и кобыл, и больше никогда не будет. У нас есть большие ресурсы, если вас заинтересует. Вот, посмотрите, это Ютуб. Называется «Вас сети Библии». Если добавить их этим словам в сайт, на сайт попадёте. Добавите форму, форму. А это для скайпа, фамилия, имя внизу. Мы строим с нуля православную деревню. И первый человек, с кем мы будем разговаривать, кто желает, он должен доказать, что он не лжёт, не пьёт, не курит, не матерится, не ворует. А этот сайт, он освящён православной церкви? Кто? Который будет над всем миром? Ну, который вы мне сейчас показывали. Сайт? А я думал, царь, сайт? А зачем его освещать? Они никакого отношения не имеют, тут свободно. Этого и нету никакого чина, чтобы освещать сайт. Хозяева они не здесь, а где-то в другом государстве, даже не знаем где. Тут ещё и одноклассники, ВКонтакте, свитеры нужно, в Фейсбуке всё освещать. Освещать они освещают в офисы, колесницу, машину, там, самолёт. А как сайт освещать? Особенно вот эта вот рулетка. Тут люди собираются не для хорошего знакомства. Сколько голых, творят блуд прямо открыто. Показывают органы свои. Это яма, Содом и Гаморра. И мы пришли сюда вот уже два месяца свидетельствовать людям, что за всё это придётся отвечать. Соблазн сеют. Даже малые дети сидят, что-то смотрят. Господи, слава Тебя. Благодарим Тебя, Христе Божий наш. Кроме Тебя нет иного Бога. Аллилуйя. Прости нас, помилуй и благослови. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. У вас какие-нибудь вопросы есть? Нет. Нет никаких, да? Да. Понятно. А у вас дома Евангелие есть книга такая? Да. Вот как. У вас православный храм есть? Православный храм, да, у нас есть в городе. Ну, хорошо, ходите в храм. Сейчас вот через две недели будет Великий пост. Приготовьтесь, чтобы исполнять его. Через две недели. Сейчас неделя пройдет, потом Масленица. А потом уже... А через две недели, в воскресенье, будет прощенное воскресенье. Чтобы мы всех простили. Освобожденные от груза вошли. Андрея Критского канон будет читаться в церкви. У вас и родители ходят в храм? Да, я к ним и хожу. Ты счастливый ребенок. Счастливый. Господь, да благословит тебя, дитя. Сохранит от всякого рода зла и греха, чтобы плохого не видела. И во время коротко. Так легко запутаться. Слушаться родителей, если они верующие. Нигде не нарушая их повеления. Потому что дети непослушанием своим преждевременно сводят в гроб родителей. И горько жалеть будешь. А вот теперь мамы нету. И как я буду? А пока мама здесь, и старайся молиться за нее. Пойти куда только по разрешению. Никому в дом не заходи. В чужую машину не садись. Потому что детей похищают. Береги себя. Я начальник детского лагеря был 45 лет. Я знаю это все. Вот у нас была строгая дисциплина. Ни один ребенок не потерялся. Ни один не поврежденный. Ни один не отравился, не утонул. А в день до шести раз купались. Это не игрушка. Это не два года, а 45 лет с ними, с ребятишками. И государство нам ни рубля не дало. И все дети здоровые. Даже приедет другое какое-то недомогание. Ну, выздоравливали. У нас игры всякие. На лодках в воскресенье плавают. На лошади ездить, чтобы умели. По деревьям лазили, ягоды собирали. У нас много мест, где есть клубника, смородина. Ну, другие ягоды поспевают уже позже, когда нас не будет. Так вот. У нас, если на наш ресурс зайдете, вот это YouTube наш. Называется «Восведь и Библии». Там все это увидите. У нас богатый ресурс. Там 14 тысяч роликов. А это моя фамилия, имя. Это только по скайпу зайти, но надо, чтобы с родителями. Тебе, наверное, мало лет? Сколько лет? Десять? Одиннадцать. Одиннадцать. Нигде старайся ни с кем знакомство не заводить. Не надо. Люди очень поступают неверующие. Они так и поступают. Ты от родителей ни на шаг никуда одна не выходи. Никого домой не запускай. Ты заперлась и сиди. Вот. Помолилась и доверься, Господь тебя сохранит. Это такое сокровище, когда ты себя бережешь. Хорошие есть книги церковные. Да можно даже не совсем церковные прочитать. Бывает. Вот хороший есть писатель Лесков Николай Семенович. Лесков. Ты память разовьешь, будешь считать. Он религиозный писатель. Я не знаю, это я в школу или где там, посмотри, где. Спроси Лескова. И все, что делаешь, все делай по благословению родителей. Пошла, три поклона. Передний угол, где иконы. У вас иконы-то есть? Или нет икон? Иконы есть у вас, иконы? Иконы есть. Ну вот, поклонисься три раза, где иконы. Не икона моя, где иконы. И скажи, мама, благослови. Я пошла. Чтобы благословение на тебе было. Чтобы тебе никто зла не сделал. Мы очень опасаемся за детей. Мы никуда их старались, одних не отпускать. Хотя у нас путешествия, мы в степь ходили, корень солодки копали. И везде молились. Где бы мы ни пошли с детьми, всегда молились. Да благословит тебя Господь. У тебя вопросов никаких нету? Нету. Нету. Ну ладно, с Богом. Ты поняла? Вот если по скайпу надо будет, это моя фамилия и имя в конце. Пусть Господь благословит вас. Во славу Божию. А я отхожу. До свидания. До свидания.